Многие из вас наверняка слышали хадис о половине финика и защите от адского огня. Так вот эти слова посланника Аллаха, да благословите его Аллах и приветствуйте, как раз таки сказал Айше, да будет доволен ей Аллах. Он, мир ему, сказал ей, о Айша, защитись от огня ада хотя бы половинкой финика. То есть не стесняйся жертвовать на пути Аллаха даже самым незначительным. А вот еще один случай, произошедший опять же с Айши, да будет доволен ей Аллах. Она рассказывает. Однажды ко мне вошел нищий. В это время у меня сидел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я сказал, чтобы ему выделили что-нибудь, а затем попросила принести это и начала рассматривать. То есть она начала присматриваться к тому, из чего была выделена часть этому бедняку или нищему. То есть сколько ушло и сколько осталось. Тогда проницательный посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил у нее. Ты хочешь обязательно знать, что заходит и выходит из твоего дома? А Айша, да будет доволен ей Аллах, ответила утвердительно. Тогда пророк в мире ему сказал, не спеши, о Айша, не пытайся счесть, ибо Аллах сочтет с тебя. Хадис приводит Абудавуд и он в степени Хасан, то есть хороший или приемлемый. Тонкость этого случая заключается в том, что попытка человека посчитать, сколько он отдал в качестве милостыни, указывает на то, что у него есть внутренние опасения, что он лишится или обеднеет. А это запрещено. Более того, лишает благодати. Ведь Аллах дает без счета. И тот, кто отдает без счета, получает без счета. И тот, кто знает, что Аллах дарует в удел без счета, получает дар без счета. Как на это указывают в комментариях Ибн Хаджар, да помилуйте его Аллах. А вот еще один случай, произошедший опять же с Аишей, да будет доволен ей Аллах. Зарезали овцу, раздали мясо, и пророк, да волославит его Аллах и приветствует, спросил, у Аиши что осталось? На что она ответила? Осталась лишь лопатка. На что он мир ему сказал ей? Вся она осталась, кроме плеча. С намеком на то, что все, что пожертвовали, вернется. А все, что оставили себе, исчезнет. Хадис приводит «Эт-Тир-Миди», и он достоверный. Или еще более удивительные слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, адресованные опять же его женам. Он сказал им, «Та из вас, чья рука длиннее, быстрее всех присоединится ко мне». Хадис приводит «Эль-Бухари» и «Муслим». И жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, настолько любили своего мужа и ревновали друг другу, что принялись реально мерить друг другу руки. Оказалось, что рука Сауды, да будет доволен ее Аллах длиннее, но первой присоединилась к пророку, то есть умерла вслед за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, Зайнаб, да будет доволен ее Аллах. И тогда они поняли, что под длинной рукой подразумевалась щедрость и великодушие, а не прямой смысл. Ведь, как известно, именно Зайнаб, да будет доволен ее Аллах, отличалась этими качествами, как это упоминает имама Наву, да помилует его Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok